Здравствуйте! В эфире программа новости Латвии. Меня зовут Юрий Николаев. Смотрите в этом выпуске. Предложение позиции о снижении НДС на электричество и газ отклонено. Депутаты Рижской думы ставят вопрос о недоверии мэру и его заместителю. Кому достанутся ключи Святого Петра? Споры вокруг церкви. Елки зеленые. Что предлагают елочные базары и что выбирают горожане? А теперь об этих и других событиях подробнее. Сейм концептуально поддержал новый закон об эмиграции, который предусматривает, что Латвия частично откажется от выдачи временного вида нажительства в обмен на инвестиции. Планируется исключить нормы, которые предусматривали предоставление ВНЖ и иностранцам, которые приобрели недвижимость, беспроцентные государственные ценные бумаги или инвестировали в кредитные учреждения. Таким образом, у иностранцев теперь останется возможность получить ВНЖ, лишь вкладывая деньги в общество капитала. В связи со стремительным ростом цен на энергоресурсы оппозиция Сейма сегодня предложила принять поправки к законодательству, чтобы помочь жителям и временно снизить с 21 до 5 процентов налог на добавленную стоимость на электроэнергию и природный газ. Но оба предложения были отклонены. Союз зелёных и крестьян предложил снизить налог на добавленную стоимость на электроэнергию до 5 процентов на весь следующий год с 1 января до 31 декабря 2022 года. Идея касалась передачи электроэнергии, её распределения, а также компоненты обязательной закупки. В отличие от коалиции мы не можем спокойно смотреть и ничего не делать, когда цены на электроэнергию бьют всё новые и новые рекорды. Предложенные правительством меры поддержки отдельным группам жителей недостаточны, чтобы компенсировать неконтролируемый рост счетов. Предложение коалиции наполовину снизить тариф на распределение даст экономию в 15 процентов от счёта на дно домохозяйства. А стоимость электроэнергии в 2021 году возросла на сотни процентов. Гасады Ласт-Иглс – это потери, которые государство потом компенсирует за счет квот на выбросы СО2. Думаю, что это не решение перекладывать деньги из одного кармана в другой. Оппозиция сообщила, что сниженная ставка НДС на электроэнергию установлена в десятки стран Европы. Не входящие в коалицию депутаты также возмущались тем, что в бюджете предусмотрены миллионные траты на саммиты, праздники и повышение зарплат чиновников. И только на поддержку народа в критической ситуации денег почему-то нет. Представляющая в парламенте Министерство экономики депутат от Национального объединения Илза Индриксоне пояснила, что инструменты поддержки жителей правительству уже предложены правящими политиками. «Я призываю голосовать против. На данный момент мы уже предложили различные инструменты поддержки для снижения счетов и тарифа на электроэнергию. Тариф системы распределения не будет повышен, как планировалось весной. Поддержка защищённым пользователям также увеличена, а круг её получателей расширен. Предложение СЗК поддержали 34 депутата, 48 были против. Отклонено сегодня было и другое предложение оппозиции. Депутаты от республики и фракции независимые тоже настаивали на временном снижении НДС на электричество до 1 июня будущего года. Представители республики и зачеловечную Латвию предложили применить ставку НДС в 5% и к природному газу. «Самое интересное, что возможности, если не полностью компенсировать, то в большой степени амортизировать эффект возрастания цен есть. Производство электроэнергии на 70-80% мы себе обеспечиваем сами за счёт гидроэнергии и ТЭЦ. Если Латвенерго купила газ в Инчо-Каунсе до сентября и ещё по старым ценам, это означает, что его себестоимость не должна измениться. Призываю поддержать передачу комиссии». «Конечно. Можно менять заголовок законопроекта и подавать одно и то же пять или десять раз. Нам, как законодателям, правительство пришлёт подготовленные законопроекты, которые необходимы для оказания поддержки жителям. Я думаю, что такие будут. Обязанностью депутатов будет как можно быстрее их принять. Без саботажа со стороны оппозиции». Напомним, что буквально на прошлой неделе с идеей о снижении НДС на электроэнергию и газ до 5% выступало и Министерство экономики. Но поддержки коалиции Янис Виттенбергс тоже не нашёл. Валерия Смирнова, Арсена Бесадзе. Специально для RTVI. Накануне парламент во втором чтении одобрил законопроект о безвозмездной передаче Реческой церкви Святого Петра Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви и её совместному с немецкой общиной Святого Петра фонду. Это решение ещё не окончательное. Предстоит и третье чтение. Почему вокруг законопроекта ломается столько копий и при чём тут немецкая Лютераня, разбирался Юрий Родин. Святого Петра обычно изображают с ключами от Рая в руках или с ключами от Царствия Небесного. И не зря изображают. Посмотрите, какой замечательный вид открывается с бывшей колокольни Церкви Святого Петра, а теперь с мотровой площадки для туристов. Замечательный вид на старый город. Однако отдельные архитекторы утверждают, что старый лифт надо менять со смотровой площадки. Нет безопасного пути для аварийной эвакуации. Башня не оборудована современной системой пожаротушения. Стены пронизаны трещинами. Крыша при воссоздании церкви в 60-х годах прошлого века уложена неправильно. Зданию нужна реконструкция. И цена вопроса – 30 миллионов евро. Этот памятник архитектуры приносит городу Риге такую прибыль. Да, не в один день мы можем сделать реконструкцию, но в периоде, в течение времени мы можем это сами сделать. Просто исторически в Рижской Думе так сложилось, что все деньги, которые заработала Церковь Святого Петра, управление Церковью Святого Петра, перераспределяется между учреждениями города Риги. Петр не получает весь бюджет обратно, чтобы качественно, помаленьку заниматься реставрацией. Альтернативное решение было предложено Латвийской Евангелической Лютеранской Церковью, которая давно претендует на возврат своей собственности. По ее версии, церковь была построена в XIII веке и до 1940 года содержалась именно лютеранской общиной. А деньги на ее реконструкцию даст германский бундестаг, для чего и был создан новый фонд с участием немецкой общины Святого Петра. Это такая юридическая структура, которая переймет в собственность церковь Петра и которая сможет использовать все ресурсы, имеющиеся у церкви, а также привлечь ресурсы, финансируемые немецким правительством. Это не нечто со стороны. Эту структуру можно назвать церковным учреждением. Такое ощущение, что люди иногда просто воспринимают это, как вроде чужие пришли и чего-то хотят. Но это совсем не так. И не только в последние годы. Например, тот алтарь, что вы видите сейчас в церкви Петра, перед 800-летием Риги был создан на пожертвование нашей общины. Мы старались вернуть церкви хоть какой-то сакральный смысл. Вроде бы восстановление исторической справедливости и одновременно решение финансовой проблемы. Однако, с такой постановкой опроса согласны далеко не все. Здание и земля церкви Петра никогда, повторяю и подчеркиваю, никогда не принадлежали какой-либо конкретной религиозной организации. В государственном архиве нет данных о передаче церкви Петра в пользование, управление или собственность немецкой евангелически-лютеранской общине. То есть, вас тут не стояло, а церковь Петра всегда находилась в собственности рижского магистрата. И сегодня ее законно владеет Рижская дума. В июне 1941 года, когда гитлеровцы наступали на центр религи со стороны Задвинья, церковь была почти дотла разрушена вражескими снарядами. Город восстановил ее прежний облик и вновь сделал символ риги. Значит, наши дедушки, бабушки, мамы, папы за свои налоги возобновили эту церковь. Сакральное сооружение в советское время. Это вообще подвиг, что сделали архитекторы и вся команда при восстановлении этой церкви. Я считаю, что тот, кто возобновил это здание, исторически имеет право первой руки, чтобы владеть этим зданием. Вот и все. Как говорится в Библии, Христос предсказал, что Петр, будущий апостол, испугается и в ночь ареста Иисуса трижды отлечется от него, прежде чем пропадет петух. Но позже Петр покаялся и был упрощен Господом. Ситуация почти как сегодня в Сейме. Государство в лице своих слуг уже дважды отреклось от одного из лучших своих храмов. Впереди третье чтение. А потом, наверное, пропоет петух. Юрий Родин, Эдис Каркныч, специально для РТВА. Оппозиция Рижской думы намерена созвать внеочередное заседание самоуправления, на котором будет поднят вопрос о вынесении недоверия мэру Риги Мартин Шустакису и вице-мэру Вилнесу Кирсису. Сегодня было собрано необходимое для этого количество подписей. Суть претензии к руководству думы – критическое состояние столичных улиц после недавнего снегопада. По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, за минувшие сутки было сделано более 11,5 тысяч тестов на COVID-19. Установлено 934 случая заражения. Среди них 493 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. От болезни скончались 11 человек в возрасте от 50 лет и старше. Среди умерших только один человек был привит от коронавируса. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного подрос. Теперь он составляет 505 случаев на 100 тысяч жителей. И к другим темам. До Рождества неделя с небольшим. Самое время подумать о елке. Кто-то предпочитает выбрать зеленую красавицу в лесу. Кто-то достает из шкафа вечную искусственную елку. Ну, а некоторые отправляются на елочные базары. Чем они могут порадовать в этом году, выясняла Татьяна Коваленко. Елки на любой вкус, размер и даже цвет. Ярко-зеленые, серебристые, с тонкой хвоей, крупной, срубленные и в горшках. Выбор есть. Но что предпочитают рижане? Мы с мужем живем вдвоем. У нас кот. Надо думать, чтобы он елку не повалил. Насколько она большая, пышная. Нет столько места в доме, чтобы ее поставить. Когда дети были маленькие, ставили чуть ли не до потолка. А теперь все иначе. Я выбираю в Валсмэжи одну елочку. У меня елочка привезена день назад. Прошагал по лесу много километров, чтобы нормальную елку найти. Есть елки, но в основном вот такие. А у меня вот такая. Больше двух метров. Нет, елочки точно не будет. Это сложно, ехать куда-то в лес. Продаются сейчас не везде. А так живую люблю. Мы в своем лесу каждый год елочку вырубаем. Смотрим, какая может мешать другой. Если рядом растут сразу две-три, тогда одну вырубаем, чтобы другим не мешало. Такая вот умная забота о лесе. На елочных базарах пока затишье. Обычно, говорят продавцы, покупатели оживляются ближе к праздникам. Но что попало, не берут. Присматриваются еще, выбирают. Чаще покупают уже перед Рождеством. Мы открываемся примерно 5 декабря. Вначале покупают обычно елки сорта Нордман. Они стоят дольше и не так сохнут. А вот перед Новым годом уже больше идут латвийские. Хотя сохнут они быстрее и стоят меньше. Последние годы заметно стало, что все мы стали дружественнее природой. Покупают елки в горшках, их потом можно высадить в саду, у дома, продлить ей жизнь. Тех, кто предпочитает живую елку, волнует два вопроса. Как сохранить зеленую красавицу до праздников и как после. У вас долго елочка стоит обычно? До старого Нового года. А какую елку обычно ставите? Живая ель или искусственная? Живую. Стараемся живую поставить. А есть свой секрет, как сохранить подольше? Ну, водичку подливаем, ставим в воду и тогда она стоит хорошо. И главное, чтобы не возле батареи. Потому что возле батареи жарко и она осыпается быстро. Спорить, что лучше, живая ель или искусственная, можно сколько угодно. Такая елка может простоять несколько недель, искусственная хоть всю жизнь. Но вот настоящий хвойный еловый аромат может подарить только вот эта зеленая красавица. Елки пышные, красивые, все как на подбор. Цены, правда, тоже красивые. Полуметровая елочка может обойтись в 9-12 евро. Те, что побольше, уже потянут на несколько десятков евро. Ну а огромное рождественское дерево метров 3,5 и до 250 евро дотянет. Нет, дороже не стали. Такие же самые, как и в прошлом году. Все зависит, в горшке ли елка, какого сорта. Цены от этого очень отличаются. Праздники закончатся, но часть елок останется нераспроданной. Что с ними дальше? А дальше, говорят продавцы, те, что в горшках высаживают обратно в грунт, дожидаться следующей зимы. А срубленные идут в переработку. Дают жизнь новым вещам. Игрушкам, сувенирам, предметам домашнего обихода. Неиспользованные елки даже кормят. Древесина и хвоя богаты эфирными маслами и микроэлементами. Отличное питание для диких животных и обитателей зоопарков. Татьяна Коваленко, Арсена Бесадзе, специально для Артевиай. И перед тем, как попрощаться. Завтра, 17 декабря, по всей стране на 3 минуты зазвучат сирены. Беспокоиться не нужно. С 10 до 10.20 будет проводиться запланированная проверка систем оповещений. И это все об основных событиях. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго.